Субтитры создавал DimaTorzok Из всего сливают матч несколько ведущих футболистов, способных влиять на рисунок игры на поле. Их партнеры по команде и тренеры могут быть даже не в курсе того, что матч носит договорной характер. Иногда футболисты идут на подобные вещи, поскольку сами ставят против себя в букмекерских конторах. Ставят не только на исход, но и, к примеру, на удаление или пенальти в матче. Это характерно для ПФЛ молодежного первенства, в меньшей степени для ФНЛ. Зарплаты футболистов в низших лигах невелики. В ПФЛ 50 тысяч в месяц имеет далеко не каждый. Поэтому игра в букмекерской конторе для многих остается единственным способом заработать денег. В других ситуациях на слив идут, так как выполняют заказ от заинтересованных лиц, которые через посредников выходят на игроков и подкупают их. Автору телеграм-канала Инсайдер неоднократно доводилось выступать и в качестве посредника, сводившего футболистов с заказчиками, и в качестве непосредственного заказчика. Те, кто давно в теме, отлично знают футболистов, с которыми можно с таким предложением обратиться. Интерес заказчиков обычно также связан со ставками. Люди, которые этим занимаются, знают, где и сколько можно поставить, избежав резкого упадения коэффициентов, которые может привлечь к игре ненужное внимание. Еще одна причина возможного слива связана с положением в турнирной таблице. Те, кто давно следят за каналом, наверняка заметили, как много договорных игр было под конец сезона в ФНЛ, когда команды буквально играли в поддавки, избегая попадания в топ-4. К сожалению, таковы реалии российского спорта, когда у многих команд целью на сезон является избежать дающего права на повышение места, потому что денег и условий для выхода в более высокую лигу просто нет. Даже Тамбов, который месяц назад вышел в РПЛ, не имеет для игры в элите ни бюджета, ни состава, ни стадиона. У других команд ситуация еще хуже. Описанная выше схема справедлива не только для футбола, но и для хоккея. В МХЛ и ВХЛ, скажем так, хватает договорных матчей. По другие виды спорта ничего сказать не могу, поскольку не имел опыта работы с ними. По материалам канала Инсайдер. Если вам доводилось сталкиваться с договорными матчами, ваша история будет также интересна нашим зрителям.